Дошкольное образование – это очень важная ступень в подготовке ребенка к школе. От того, насколько успешно малыш социализируется в детском коллективе, сможет накопить необходимый запас навыков и умений, будет зависеть успешность его дальнейшего обучения. Поэтому очень важно создать в детских садах все условия для всестороннего развития ребенка. Благодаря национальному проекту образования материально-техническая база дошкольных учреждений постоянно совершенствуется. О том, какие результаты это приносит, смотрите в следующем материале выпуска. Знакомьтесь, это сказочный город. И сказочное здесь не только название. Детский садик номер 4 был построен в 2015 году. В нем воплотились все самые современные и передовые технологии дошкольного образования. В садике создана естественная, комфортная, уютная обстановка, так называемая предметно-развивающая среда, которая играет важную роль в формировании познавательных интересов воспитанников. Для ребят оборудованы различные тематические комнаты, где они могут познакомиться с историей своего края, в живом уголке понаблюдать за животными, посмотреть и почитать вместе с воспитателем или родителями книжки в мини-библиотеке, а с этого года и поиграть в шахматы. Мы работаем по программе детства. В эту программу входят занятия по развитию речи, математика, сенсорное развитие, окружающий мир. Также у нас очень много кружков, занятия в экспериментальной лаборатории. Каждое утро мы с детками приходим в библиотеку, читаем стихи, слушаем классическую музыку, а также выбираем себе книжки, чтобы почитать нам сегодня стихий час. Особый интерес у дошколят вызывает экспериментальная мини-лаборатория, где ребятам в интересной и игровой форме рассказывают о физических явлениях природы, свойствах веществ. Благодаря таким занятиям дети больше узнают об окружающем мире и, что самое главное, сами становятся исследователями. Это у нас программа индивидуальная, написана мной, программа вместе с нашими методистами Леной Викторовной. Мы делаем эксперименты с водой, с магнитами, с воздухом, с различными предметами. Нестандартные, я считаю, технологии. Не во всех садах это есть, но у нас есть большой детский сад, где оснащение очень хорошее. Дети могут смотреться под микроскопом, за песчинками, за капельками воды. Им очень нравится быть юными экспериментаторами. Обучение юных исследователей происходит постоянно, даже во время прогулок на улице. На территории садика оборудована площадка, где ребята могут познакомиться с домашними животными, поухаживать за собственным огородом. Там они в основном выращивают лекарственные растения, ухаживая за которыми узнают об их целебных свойствах и сферах применения. У каждой группы, а их 16, оборудована своя игровая площадка, где благодаря помощи родителей установлены различные развивающие объекты. Сказочный город посещает более 400 детей. К будущим воспитанникам здесь особое отношение. Малыши, только собирающиеся в садик, могут вместе с родителями заранее сюда прийти, познакомиться с воспитателями, привыкнуть к обстановке. А значит, и лучше адаптироваться, когда придет время. В этом году мы ввели ЦИПР, Центр игровой поддержки ребенка «Капитошка». В этот центр приходят детки, наши очередники, детки маленькие, от года до двух. Приходят с мамочками, берут справочку о том, что они в эпидокружении спокойное. С ними занимаются наши узкие специалисты, инструктор по физкультуре, музыкантный руководитель, педагог-психолог. Есть график проведения занятий с детками и с мамами совместной игры. Дети лучше адаптируются, привыкают к детскому саду, к территории детского сада. И, скажем, дети, которые в «Капитошке» у нас уже занимались, сейчас уже зачислены в группы. И адаптация прошла просто прекрасно. В детском садике помимо игровой и познавательной деятельности, большое внимание уделяется физическому воспитанию дошколят, а также вопросам безопасности. Вместе с воспитателем ребята учат правила поведения на дороге, обращения с огнем и другие. Малыши вовлечены в обучающий процесс. Они – его активные участники. А значит, нужная информация легко воспринимается, а не заучивается. Такая форма работы приносит свои плоды. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Я исследователь» в этом году приняло участие небывалое число участников – 57 воспитанников из 25 дошкольных образовательных организаций, которые представили 53 исследовательские работы. Этот конкурс исследовательских работ и творческих проектов заинтересовал детей не только в школах, но и в детских садах на уровне дошкольного образования. Он проходит из года в год, количество участников растет. И за три года выросло на 29 участников. С каждым годом все увеличивается и увеличивается интерес детей. Они с удовольствием принимают участие в этом конкурсе. Призерами регионального этапа конкурса «Я исследователь», который проходил в Сочи, стали воспитанники четырех детских садов. Алексей Шевченко из детского сада номер 9 выступал с проектом «Почему корабли не тонут». Чтобы ответить на этот вопрос, он провел несколько экспериментов. Как вы видите, уровень воды поднялся. Это действует закон Архимеда. Потому что если постелин опустить в воду и что-то его держит, он может опуститься в воду, а уровень воды подняться. А вот воспитанников детского сада номер 17 заинтересовала другая тема. Они решили научиться делать мультики. Меня зовут Вера Дубровина. А у меня Беликов Трех. Мы из детского сада номер 17. Мы решили узнать, как надо снимать мультики. Строили декорации. Я озвучивала. И все мои друзья мне помогали. Не менее интересная тема проекта была и у юной исследовательницы из детского садика номер 2 Александры Титшиной. Девочка решила узнать, что такое рычаги и где они применяются. Полученные знания и, что немаловажно, опыт участия в таком масштабном конкурсе будут полезны ребятам, уверены родители. Там было очень много конкурсантов с очень разнообразными темами, с очень разным уровнем подготовки. Это был такой опыт, это были такие эмоции, непередаваемые. И мы заняли второе место по краю в номинации физика, математика, техника в нашей возрастной категории. Так что опыт был шикарный, замечательный. Я очень рада, что в ее жизни был такой этап. Талант ребенка важно не только заметить, но и помочь его развить. И здесь первыми на помощь родителям приходят воспитатели детских садов, а потом и учителя. И очень важно, чтобы познавательные потребности ребенка были в полной мере реализованы, создавать для этого все необходимые условия. К примеру, такие, как в сказочном городе детского садика номер 4. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».